Всем привет, ребята! Меня зовут Дара Дарк, и я сегодня наконец-то села и решила записать для вас мое новое видео о том, как я живу в Америке, о том, как я переехала, о том, как я учусь, в общем говоря, о моей учёбе. Сперва я хочу сказать, что уже прошло довольно большое количество времени, когда я приехала сюда. Прошло уже, наверное, 4 месяца с того момента. Довольно многое изменилось. Можно так сказать, что жизнь изменилась на полностью, на все 180 градусов. Полностью поменялось мое окружение, потихоньку меняюсь сама, я, мой менталитет, потому что здесь всё совершенно другое. Люди совершенно другие, образование другое. Скажу честно, всё отличается в Казахстане. Это можно сказать на все 100%. Завесит промежуток времени я не снимала видео, потому что первый месяц я адаптировалась. Это было довольно тяжело для меня, потому что так же тебе приходится разговаривать уже на другом языке. Say hi! We're waiting for Allegra Starbucks, so... Даже если в школе мы там разговариваем, приходишь на репетитор, сдаёшь экзамены, это совершенно другое. Но, конечно, потихоньку ты вливаешься в компанию, вливаешься. Мы решили с Розой побежать последние минуты с собой, потому что я хочу есть. Сейчас я и 25. Вливаешься в учёбу, всё становится лучше, результаты улучшаются, жизнь налаживается. Но первые две недели я чувствовала себя одиноко. В первой неделе просто что-то было необыкновенно. Я была очень счастлива. Я не могла нарадоваться. Именно orientation week, когда ты полностью смотришь университет, знакомишься с людьми, и тебе показывают все места, тебе кажется, вау, так всё прекрасно, я просто счастлива. У меня так много возможностей, так много людей, так много вообще всего. Вторая неделя. Началась учёба, начались сложности. Я начала чувствовать себя, потому что я уже скучаю по дому, скучаю по родителям, скучаю по своим сёстрам. Я поняла, что не всё так, не всё так здорово, и бывают тоже такие моменты, когда ты чувствуешь себя не так, как хотелось бы. Постепенно я уже начала привыкать, я уже начала чувствовать себя лучше, и на данный момент я могу полностью сказать, что я просто люблю здесь жить, я люблю своё угрожение и люблю каждый день, который я здесь провожу. Хотелось бы поговорить сперва обо всём, обо всём, что здесь происходит, потому что произошло за это время очень много всего, и я хочу очень сильно рассказать вам всё, что происходит со мной. Начнём, пожалуй, с людей. Я учусь в штате Флорида. Люди здесь очень на вид кажутся добрые. Я говорю «кажется», потому что я не знакома с каждым человеком, я не знаю, как они ведут, но, по крайней мере, я могу сказать, что они кажутся добрыми, вежливыми, всегда скажут «извините», всегда уступят или придержат дверь. Тебя никто не осуждает. Если ты хочешь как-то одеваться, если ты хочешь показывать себя за внешность, за твои предпочтения, за твою ориентацию, тебя никто не осудит, потому что все живут в своей личной жизни. Второе я хотела бы рассказать о моём питании. Всегда питание очень сильно влияет на мою кожу, на мой организм, очень чувствительный организм, так можно сказать. По сравнению с Казахстаном, я, честно сказать, когда сюда приезжала, я думала, я никогда не буду есть ни сладкое, ни пить всякие газировки, потому что я так не делала в Казахстане. Это было только по праздникам очень редко. Я думала, я приеду, ничего мне не страшного на питании, потому что это стиль моей жизни. Ну, я ошибалась. Когда я сюда приехала, я, конечно, старалась, я питалась правильно. Время шло, и я старалась питаться правильно, потому что когда ты заходишь в заведение, там сначала будет стоять пицца, а потом уже салат. И ты такой, на вид эта пицца просто божественная, она выглядит, я не знаю, она выглядит очень классно, очень аппетитно, и когда ты голоден, ты просто всё себе в тарелку положишь и пойдёшь есть. Про этот салат ненужный, мне он не нужен, честно. Ладно, иногда я кала его, конечно, и такая моя душа чиста. Но на данный момент я уже привыкла к питанию. Я готовлю сама, покупаю продукты, готовлю, иду в университет. Ну, конечно, бывает такое, когда я не успеваю, не покупаю еду в университете. В университете есть meal plan. Meal plan — это когда у тебя уже полностью всё включено, ты просто свайпаешь свою карточку в, допустим, каких-либо заведениях или столовых, и кушаешь сколько тебе захочется. Это большинство столовых в отличие здоровой пищи, так можно сказать, её там меньше, чем плохой. То есть там будут бургеры, пицца, всякое... Да, там есть и... Меняется и Asian, и Italian, и там всякие другие продукты, но, конечно, выбор идёт за тобой. Если вы подписаны на мой инстаграм, ссылка будет в описании, то вы заметили, что я хожу в Publix и Walmart. Walmart мне нравится, потому что цены не такие дорогие, как в Target, и продукция одинаковая. А в Publix там продукты хорошие. То есть если в Walmart в супермаркете там будут авокадо не такие хорошие, не такие спелые, то в Publix всегда ты найдёшь спелый авокадо. Правда, цена будет ещё дороже, но это того стоит. Следующий пункт, на который я хотела бы рассказать, это английский. Мой лично английский улучшается из-за того, что я разговариваю большинство на английском, я учусь на английском. И моё окружение состоит довольно из людей, которые разговаривают только на английском. Сто процентов, потому что английский улучшается, словарный запас пополняется, и я не могу сказать, что я здесь уже живу и только думаю на английском. Это, конечно, не так, но всё равно это довольно влияет на твою речь, на то, как ты разговариваешь. Следующий пункт — это налоги или таксы. Они уже включены в продукцию. То есть кофточка будет стоить 3 бакса, но с налогами она будет стоить по-другому. Иногда я это забываю. Я думаю, о, так хорошо выходит, потом ты приходишь на кассу и выходит ещё больше, и ты такой... И последний пункт — это моё образование, моё обучение. Я решила его оставить напоследок, так как большой. В этом семестре у меня 5 классов. Это Academic Foundation, Composition, Humanities, Environmental Science and Math. Academic Foundation рассчитан на того, чтобы ученик был успешным в течении всего его образования. Этот предмет помогает тебе улучшить твои способности в работе с другими учениками, в работе с самим собой. Можешь раскрыть какой-то свой какой-то потенциал. Ты думаешь, правильно ли ты выбрал свой мейджор, то есть свою специальность. И тебе нужно в дальнейшем действие, чтобы получить, например, работу или улучшить свой резюме, чтобы стать успешным учеником. Это и есть ключевое понятие, ключевой смысл этого предмета. Второй идёт Invitable Science. Invitable Science включает в себя много всего. От экономики, биологии, географии и всего остального. Домашнее состояние отличает. Мы можем захватывать глобальное потепление и можем захватывать какие-либо экономические темы. Например, сейчас мы проходим глобальное потепление, но прошедший экзамен, который вот у меня был недавно, мы захватывали добычу, нефти и других различных полезных ископаемых. Мы в первые темы затрагивали биологию, тема, которая проходила в 11 классе, только они были на английском. Я подумала, блин, биология всё-таки мне понадобилась и как у математика, и как всё остальное. Так что, когда я пришла в университет, это было... Ты как будто начинаешь заново 11 класс или заново всю твою старшую школу только на английском. И ты думаешь, не зря я её учила. Оказывается, ага, это может где-то пригодиться. Как интересно. Кто бы мог подумать. Хотя я думала, что математика мне не понадобится, но она, конечно, мне понадобилась, потому что здесь нужно 2 обязательных класса брать по математике. То есть, не все должны знать, что ты знаешь базу. Потому что ты, если захочешь поменять свой мейджор, чтобы ты уже имел какую-то базу, чтобы её поменять, чтобы ты просто, допустим, у меня там, не знаю, экономист, а вдруг я решила стать, не знаю, там, пилотом. Но у меня нет никакой базы, я просто не знаю, что делать. И поэтому в этот момент, в эту ситуацию вот эта база и спасает этого ученика. Дальше идёт у меня Composition. У меня Composition 1. На этом предмете меня учат, как писать сочинения, показывают, как это сделать лучше, мои ошибки, какие-либо стратегии. В следующем сметрии я буду брать Composition 2. Здесь нет такого, что кто-то будет осуждать тебя за то, что ты ничего не знаешь, или учитель будет говорить то, что вот, мы же это недавно проходили, как ты это не знаешь, или почему ты не понял, или что-то в этом роде. Здесь, если ты даже спросил самый глупый вопрос, хоть 4 делить на 2, тебе объяснят, сколько. Тебе точно скажут, как что делать, какие у тебя будут ошибки, и никто не будет тебя осуждать за то, что ты спрашиваешь такие вопросы. И Humanities. Это предмет американской истории. Ну, у меня американская история, и первый экзамен я написала на 82% из 100%. Он был достаточно, ну, не скажу, что лёгкий, но и такой средний, что нужно, да, нужно тратить время, нужно готовиться, это никто не отменял, что не будет всё так легко, как умоешь, когда сюда приходишь. Хочу отметить то, что главная разница между школой и университетом, то, что в университете никому, вообще, все без разницы, на не сдал ли ты работу, не выполнил ли ты что-то, забыл ли ты учебник, или свои тетради, или домашнее задание, или не выполнил, или, допустим, твой донлайн прошёл, и ты про него забыл. Всем тоже будет всё равно, потому что у каждого есть свои причины. Ты единственный будешь человек, который думает о твоём домашнем задании, сделал ли ты это, сколько времени ты потратил на подготовку. Если я провожу время, допустим, хоть 5 часов в библиотеке, но я за это время не поняла, а просто сказала, ой, да, я там потратила 5 часов, чтобы сделать историю, это будет важно только для тебя, потому что если ты не поняла тему, если я не поняла тему, я и на экзамене её не пойму. Я надеюсь, вам понравилось это видео. На этом я хочу сказать то, что всё. Я хочу снимать больше видео, больше влогов о том, как вообще проходит мой день. Я надеюсь, вам понравится это. Пишите свои комментарии, я буду очень рада. Всех люблю, всем пока!